Здравствуйте, друзья! Сегодня наша встреча с гидом паломнической службы Радонеж Анны Мусан-Леви пройдет не совсем обычно. Как правило, Аня рассказывает нам о святынях и традициях Святой Земли, и благодаря этому ближе, понятнее, роднее становятся Иерусалим и Вифлеем, и Ордан, и Вифания, и события, которые там произошли, и личности, которые были в центре этих событий. Но сегодня наша Аня приглашает нас в Сербию, где сама она побывала совсем недавно. Анечка, здравствуй! Как-то даже странно, что ты, которая встречаешь сотни паломников на Святой Земле как гостеприимная хозяйка, сама вдруг куда-то поехала и оказалась где-то в гостях. Да, но вот гиды тоже иногда отдыхают, и учитывая, что наша страна, к сожалению, именно для отдыха очень дорогая, мы давно нашли для себя такое вот идеальное место, которое отвечает, скажем так, сразу нескольким нашим требованиям. Прежде всего, Сербия — страна православная, то есть есть храмы, монастыри, и, соответственно, мы можем в воскресенье пойти в храм и причаститься, и можем посетить какие-то святыни. Обязательно мы везём с собой мешок всевозможных подарков, иконочек, ладана, крестиков для того, чтобы дарить там своим православным братьям и сёстрам. Кроме того, Сербия — страна бедная, и не только в том дело, что там действительно для нас, израильтян, всё очень дёшево, то есть мы действительно можем там отдыхать всё-таки с тремя детьми достаточно свободно в смысле финансов и не считать, вот купить ребёнку мороженое или купить себе там стакан воды. То есть мы можем чувствовать себя более-менее комфортно, ну в рамках вот той суммы, которую мы, предположим, взяли, и её хватает. А дело ещё не в этом. Дело в том, что наша семья вообще как-то очень симпатизирует такому простому образу жизни. Хотя сами мы живём в городе, у нас нет возможности жить, допустим, на селе, в деревне, но нам бы очень хотелось когда-нибудь так жить, и вообще такой вот минимализм нас очень привлекает. А именно в Сербии мы можем окунуться в такую простую, сельскую, очень здоровую во всех смыслах слова жизни. Считаем, что это очень полезно для наших детей, это очень даёт им правильные какие-то ориентиры. Городская жизнь, она такая вся, знаешь, в куче какого-то мусора, хлама, вещей, которые беспрерывно через тебя как-то циркулируют. И то же самое касается питания, потому что там, в Сербии, люди питаются по сезону до сих пор. Ну, по крайней мере, там, где бываем мы, а мы бываем именно в сёлах, то есть в дыре, то, что называется. Мы не ездим в Белград или в Новий Сад, в большие города. И вот это питание по сезону, определённое смирение. Вот сейчас урожай слив, вот мы едим только сливы, мы яблоки, предположим. А потом там, допустим, вот у них урожай там того-то, вот пошли, собрали. А нет возможности пойти в супермаркет и купить все цвета радуги, да, как в городах мы делаем. Тоже это очень интересно. Ну и, конечно же, люди, сербы, они совершенно замечательные. Это просто настолько тёплый, отзывчивый, приветливый народ. Опять же, я не говорю про Черногорию, это большая разница. Люди, которые бывали в таких туристических местах, говорят, что сербы бывают и хитрыми, и обманывают. Я верю, но я таких не видела, потому что там, где бываем мы, это обыкновенные сербы. Они, кстати, они говорят не на одном языке, кроме сербского. Так что мы говорим сербски с ними, говорим с ними по-сербски. Выхода у нас просто нет. И поэтому язык мы так с каждым разом улучшаем. И какие-то вещи, если не понимаем, то язык жестов или очень тщательно обдуманное русское слово. Например, вот характерный был момент. Я с хозяином нашей фермы, где мы отдыхали, ехала в машине, в город он нас возил, нужно было кое-что купить. И я вижу, что кругом лежат вдоль дороги, даже в городе, сложенные бревна, ну как вот для каминов. Я говорю ему так, построила более-менее фразу, он меня понял, что, мол, у вас отопление печное, то есть газа нет. Нет, нет, газа нет, у нас все топят дровами, даже в городе. Думаю, как же его спросить, а вот они им дерево покупают или они рубят в лесу? Покупать я знаю как. А вот рубить, думаю, ведь точно по-сербски не рубят. Думаю, как еще, можно сказать, секут. Так про себя, думаю, из церковно-славянского так выплывает. И я его спрашиваю так, построю предложение по-сербски, говорю, что вы сечете, то есть, да, сечете, сечет. Он меня тут же понял, да, а сечемо, думаю, о, думаю, наше попало. То есть, подумай, старое русское слово лучше всего церковно-славянское, и ты, скорее всего, попадешь туда, куда надо. Другое дело, что грамматика там, да, у нас она хромает, но мы как-то разбираемся, нас понимают. У них большая любовь к людям, они очень любят русских вообще и православных в особенности, поэтому очень доброжелательные отношения. Ну и, конечно, природа. Природа там сказочная. Во-первых, она очень чистая. Сербы в этом смысле большие молодцы. Они ведь очень бедная страна. У них не хватает, скажем так, каких-то крупных предприятий, заводов с работой или, скажем, с хорошим заработком. Очень трудно. Они все занимаются сельским хозяйством вообще так. В основном они выживают за счет садов, огородов. Они все имеют участки, все растят. Ну, в разных частях Сербии что-то разное. Где-то, например, это малина в Западной Сербии. Они ее очень много экспортируют, продают. В Восточной, где мы были, это в основном слива, очень большое количество, и яблоки. Там у них кукурузу выращивают и так далее. И вот, по идее, свои природные богатства, я имею в виду красоты, они могли бы превратить в такие паломнические мекки просто для туристов, которые любят экологический туризм, которые любят природу, путешествия на природе и так далее. Вместо этого они стараются хранить как можно больше девственную природу, ничего с ней абсолютно не делая. Как эльфы. Да, они практически живут как эльфы. Вот это то, что меня поражает. Ну, вот яркий очень пример. Мы в Израиле имеем гору Хермон. И на Хермоне у нас яблоку негде упасть. Там устроена целая деревня, там домики сдаются в большом количестве. Там лыжный курорт, там рестораны, там все как бы оборудовано, переоборудовано. Бешеные совершенно цены. Там, не знаю, снять домик в районе, не знаю, 300 долларов за ночь. То есть нереально абсолютно. И вот мы в Сербии отдыхали в двух местах. В принципе, вот около города Княжевоц как бы с северной стороны, а потом с южной. Примерно на таком же расстоянии 30-40 километров. Два села, как бы одно в часе езды от другого. И вот второе село, где мы были, оно располагалось, называется оно Балтобериловоц. И находится около знаменитого лыжного курорта Миджур. Миджур – это гора, которая стоит на границе Сербии и Болгарии. Это самая-самая граница. Даже долгое время она была закрыта для посещения туристами, потому что это просто граница и есть. Сейчас она открыта. И там действительно лыжный курорт, но очень умеренный. Там, собственно, просто трассы проложены. И больше там ничего нет. У подножия Миджура стоит маленькая кафушка, где мы пили потрясающий горячий шоколад, который стоит на наши деньги просто копейки. И при этом в нем ложка стоит, то есть он густой, как вот в Швейцарии действительно. И там больше ничего нет. Это девственные вот горы, альпийские луга с коровами. То есть ты идешь, и просто тебе не верится. Ты смотришь направо, налево. Ты видишь только горы и облака, и больше ничего. То есть это ощущение какого-то, ну я не знаю, такого приближения к Богу действительно, потому что вот там молиться. То есть вот ничего не мешает. Тишина полная, вот эта тишина, травы, зверобой, что там еще, душица, чабрец. Вот они просто под ногами у тебя, ковры этих трав. И коровы ходят. Ну там, где пониже, повыше, там уже коров, конечно, нет. И сербы берегут это вот так, как оно есть. Они могли бы ресторан на вершине Миджура отгрохать. И там, не знаю, свадьбы там устраивать за большие деньги для иностранцев. Ничего. Вот это поражает. Сербы народ нежадный. Вот это то, что меня тоже удивило. И особенно, когда я прочитала знаменитую их, ну не легенду, а скорее это предание о князе Лазаре. Когда-то была косовская битва, помнишь, такая с турками решающая. И вот князь Лазарь вел на войну сербов. И в ночь под битву ему снится сон. Ему снится Матерь Божия, которая говорит, что вот завтра будет битва. И ты можешь выбирать. Если ты выберешь царство земное, то ты победишь. И в этой битве вы турок разгромите, и сербия будет от них свободна. А если выберешь царство небесное, то вы проиграете. И что ты думаешь? Князь Лазарь выбрал царство небесное. И вот мне кажется, этот его выбор, тогда произошедший много сот лет назад, определил не только исход косовского сражения, но и вообще историю Сербии. Сербия на коленях. Сербия постоянно подавляема другими народами. Она постоянно имеет проблемы. Ну что говорит, недавняя война, вот эта страшная с Америкой, ужасная совершенно, что бомбили Сербию и всё. И Сербия в то же время, как будто бы этот завет князя Лазаря каким-то образом хранит. Хотя большинство людей на сегодня в церковь не ходят. Сербия оторвана была от церковной культуры очень сильно за счёт... То есть всё-таки вот эта принадлежность социалистическому лагерю, она прошла катком тоже по православной вере. Хотя мы же привыкли думать, что сербы православные. Но стоит только в недавнюю историю обернуться, и поймём, что было, наверное, может, не так жёстко, как у нас в России, но всё равно же было. Вот это противостояние. Да, было. И мы вот общались со старшим поколением. Как раз-таки вот вторая ферма, где мы жили, там такая знаменитая баба-надица. Это такая сербская телезвезда. Она ведёт кулинарные программы по телевидению. Она такая совершенно простая деревенская женщина, но очень талантливая кухарка. Выиграла там конкурс поварской. Она одна из семи лучших кулинаров Сербии считается. У неё какие-то свои там рецепты авторские. В общем, такая очень, как нам сказали, многопозитивная особа. Вот это совершенно точно её характеристика. Это надо запомнить и использовать в речи. Многопозитивная особа – это прекрасно. Да. Так вот она выросла совершенно в коммунистической семье. Её папа был вообще коммунистом, и там партизаном, и что-то ещё. И она поэтому в церковь не ходила, естественно, в детстве. Но это не важно. Важно то, что даже если они лишены церковной традиции, скажем так, что очень грустно, но изнутри эти люди ближе иногда стоят к православию, чем многие наши соотечественники, которые служат Богу и мамуне. И ваши, и наши соотечественники. Поэтому сербы вот своей вот этой скромностью, своими низкими, в общем-то, запросами в жизни, умением довольствоваться очень малым, они, конечно, от Христа недалече отстоят. Это точно. При том, что ещё у них есть одно качество – это чувство юмора. Совершенно непередаваемое чувство юмора. Они вообще ко всему относятся с улыбкой. Даже к каким-то неурядицам, бедам, трудностям. Они на всё умеют найти какой-то взгляд такой, чтобы высмеять это и как-то сделать, чтобы тебе. И ему было легче перенести. Это не обидный юмор, который обижает кого-то, а это скорее такая добрая усмешка бедняка. Понимаешь ли, что я имею в виду? Это тоже очень подкупает. С ними очень легко общаться. Они не крутые. Нет у них вот этого, и тяги к этому нет. И нет жалобы, нытья по поводу того, что они живут. Иногда живут действительно очень бедно. И они этим помогли. А вот скажи, пожалуйста, просто у нас минута осталась, но мне очень важно это понять. То есть выбор князя Лазаря они считают правильным? Это предание хранится как нечто благое? Или, может быть, князя вспоминают с проклятием на устах, что ну вот выбрал, мы теперь вот живём так? Ну, знаешь, я думаю, что здесь, конечно, делятся люди. Во-первых, я не могу сказать за всех сербов, и я не говорила с сербами так вот об этом предании отдельно. Конечно, верующие люди однозначно относятся как к правильному выбору. Что касается неверующих, я думаю, что они в этом видят какую-то судьбу. И они ей покорны с улыбкой на устах. Вот это сербский такой подход совершенно. И я не думаю, что они проклинают князя Лазаря. Сербы вообще очень любят свою историю. И очень, конечно же, любят князя Лазаря, естественно. И вообще у них, знаешь, ещё многое держится на антагонизме к Западу. Притом в таком серьёзном антагонизме к Западу. Для них их вот сербский путь – это отпор западному пути. они не в Евросоюзе, и сербы намеренно многие не учат английский язык. То есть для них это язык врагов. И они вот этим как бы пытаются поставить барьер. Они не стараются интегрироваться в Запад или в Америку, как это было бы естественно для такого бедного народа. Идти под кого-то. Нет, вот их эта независимость, их бедное вот это достоинство, но я не говорю про большинство, да, я скорее как бы такой общий настрой показываю. Потому что, конечно, есть те, которые эмигрируют за границу и ищут заработков где-то там в Европе или там, понятно. Но в целом народ настроен вот так. Особенно в провинциях. Вот, собственно говоря, куда мы и ездим. Анечка, спасибо огромное. Буду надеяться, что продолжатся наши диалоги. Дорогие друзья, мы просим вас помолиться за Аню, Рафаила, за их чудесных трех дочек и за то, чтобы мы продолжали общаться с этой удивительной семьей, которую вот нам Господь послал в качестве экскурсоводов по Святой Земле, а теперь еще видите и по другим православным странам. Спасибо, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok